Завтра будет встреча нашей команды с руководством правительства. Мы к этой встрече относимся с большой ответственностью. Я посмотрел предыдущие, и не хотелось, чтобы они повторяли тот формат, который мы наблюдали по телевидению. Для того, чтобы разговор был предметный, мы подготовили три документа, и завтра они будут вручены не только председателю правительства, но и его заместителям. 20 неотложных мер по преображению России, они обсуждены со всем Леопатриотическим фронтом, со всеми партиями и движениями, нашими региональными организациями. И в очередную субботу мы рассмотрим их официально на активе, после того, как представим вместе с этими материалами еще пакет законов, их около 12, которые характеризуют не только наши предложения, и порядок их законодательного утверждения, будь то бюджет развития, регулированные цен на товары первой необходимости, отмена пенсионного людоедства, прожиточные минимум 25 тысяч, не ниже этой суммы должны быть сегодня пенсии, зарплаты и все остальное, в противном случае продолжатся вымирания страны. Мы положим на стол наш закон образования для всех и возвращение Академии наук всех научных исследований и учреждений, без которых современные ученые не в состоянии эффективно работать. Мы также положим три реальные программы «Новая целина устойчивое развитие села» и все, что связано с развитием сельхозможного настроения, под которые есть все расчеты, подтвержденные ключевыми предприятиями, с которыми последнее время работы. Мы предложим провести еще раз общероссийский семинар по работе народных предприятий. Народные предприятия являются базой, которая позволит нам реализовать все социальные программы и, не беря дополнительные ресурсы у государства, обеспечить страну высококачественным продовольствием и продуктами. Причем мы покажем, как это делается уже в реально существующих предприятиях, будь то совхоз Ленина, где лучшая производственная база, самая эффективная социальная программа, лучшие школы, детские сады, лучшее опытное производство, но против которого бандиты и рейдеры продолжают свою атаку, несмотря на военно-политическую операцию, которая проходит на Украине, несмотря на то, что я официально обратился еще раз с письмом президенту и попросил разобраться в этом, остановить это наглость и это насилие. Мы предложим провести общероссийскую встречу в совхозе Звениговской, в наше предприятие, где мы построили три самых современных предприятия. Сегодня это исключительно эффективное хозяйство, продукция которого пользуется огромным спросом. И мы цены, несмотря на большое давление, повысили всего на 4-5%. Продукция распространяется от Ижевска до Волгограда-Сталинграда. У нас работает почти 700 магазинов и крупные транспортные компании. Мы предложим провести этот семинар вместе с правительством и показать, как можно сегодня выходить из сложной ситуации. Мы обсудили с теми, кто поставляет лекарства, порядок реализации этой программы, а наши мупы и гупы, которые мы не передали в руки частников Новосибирска, показали, как успешно можно реализовать, в том числе снимая панику, которая иногда возникает на рынке. Эта программа готова, вы ее получите и с ней ознакомите. Наши предложения по борьбе с нацизмом и фашизмом, которыми мы выступали, в том числе и в стенах Государственной Думы, разосланы президенту Совету Безопасности, председателю правительства, всем министрам, всем губернаторам, всем руководителям. Кстати, пользуются огромным интересом и спросом. Я надеюсь, что Мединский, который завтра будет и послезавтра проводить встречу с украинской делегацией в Стамбуле, ознакомился с этим предложением. Это уникальный опыт великой советской державы, который она проводила в течение почти 10 лет, после разгрома нацистской Германии, на территории, которая подчинялась Гитлеру. Мы провели блестящую эту операцию, а опыт, который мы накопили и в ГДР, и в Венгрии, и в Румынии, и особенно в Финляндии, абсолютно применим и к нынешней обстановке. И третий документ, который мы вручим, это преследование нашего партийного актива, которое катится в последнее время, это полицейщины никак не успокоятся, преследуют и продолжают уголовные дела против наших активистов, народных предприятий. Мы считаем, что это совершенно недопустимо. Поэтому новая реальность у нас в мире, идет гибридная война по попытке уничтожить русский мир, а не просто разгромить нашу экономику. Идет, нарастают внутренние противоречия, те опасности, о которых я вам говорил, сохраняются, будь то раскол внутри страны, общество олигархи по-прежнему богатеет, хотя некоторые уже подались за кордон, но тем не менее не хотят платить нормальные налоги. Что касается нищеты, вымирания и технологического вставания, это очевидно. Наша программа предусматривает, как можно успешно и быстро победить эти трудности и проблемы. Я надеюсь, что завтра премьер-министр и его команда услышат наши предложения. Мы готовы конструктивно это вести со всеми здесь и фракциями. Но обращаю ваше внимание, несмотря на замечание, которое я в прошлый раз высказал из трибуны Думы, и здесь перед вами о необходимости справедливого частного эфира в соответствии с законом, перекос продолжается. Если за предыдущую неделю всего из политического эфира нам выделили 1,4%, то за прошлую неделю уже пять с копейками. Но это опять совершенно недопустимые вещи, которые пропагандирует Единая Россия, захватив основные руководящие посты и не желающие соблюдать собственные законы. Я бы попросил моих товарищей прокомментировать ключевые позиции. У нас здесь и команда, которая только что утром сегодня вернулась из Донбасса. Сейчас мы поделимся своими наблюдениями. Напомню вам, на Донбасс мы отправили 94 конвоя, приняли оттуда более 10 тысяч детей и продолжаем активно участвовать в спасении тех, кому нужна помощь сегодня в первую очередь. По нашей программе 20 шагов, 20 пунктов. Пожалуйста, Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя партии по идеологии. Уважаемые коллеги, Геннадий Андреевич только что представил те ключевые документы, которые наша партия в настоящее время в эти дни вводит в активный политический оборот. Документы, которые будут завтра обсуждаться на встрече с председателем правительства. И вот первый и главный из них – это 20 неотложных мер для преображения России. Завтра он будет опубликован в газетах «Правда» и «Советская Россия». Но уже сегодня вы можете, все участники нашего брифинга, получить текст этого документа у наших товарищей по окончании нашего разговора, по окончании нашей встречи. Вообще, я должен сказать, это мое экспертное заключение, о том, что именно Коммунистическая партия Российской Федерации оказалась в программном отношении, в ментальном отношении, в отношении выработанных предложений и подходов, лучше всего готова к той новой, принципиально новой ситуации, которая сложилась для нашей страны после начала военно-политической специальной операции на территории Украины. Ровно те меры, которые мы настойчиво предлагали и продолжаем предлагать, являются лучшей гарантией для защиты нашей страны от внешнего давления, для формирования устойчивого внутреннего рынка, для социальной защиты граждан. Это для нас не новое предложение. Нам не так уж сложно было их саккумулировать и применить к текущей ситуации, потому что ключевые из них уже были озвучены и пять лет назад, когда мы шли на выборы в Государственную Думу с программой «10 шагов к достойной жизни», и в прошлом году, когда мы агитировали избирателей и получили широкую поддержку, объединив силы вокруг нашей программы «10 шагов к власти народа». Эти ключевые моменты и сейчас являются основными в 20 неотложных мерах для преображения России, которые мы в этом документе изложили и предлагаем вашему вниманию. Мы вновь начинаем с ключевого требования национализации ключевых отраслей экономики и банковской сферы. Мы считаем, что именно это призвано обеспечить устойчивость нашей промышленности, обеспечить ее плановое развитие и послужить делу наполнения российского бюджета для дальнейшего использования этих средств в инвестиционных программах и проектах, и в социальной поддержке граждан. Есть целый ряд других мер, начиная с создания современного госплана и заканчивая с формированием единого экономического и культурного пространства с Донецкой и Луганской народными республиками и с поддержкой развития Дальнего Востока и Севера нашей страны. Все это вошло в этот документ, и мы считаем, что этот документ сбалансирован. Он показывает источники, с помощью которых мы готовы удвоить бюджет, создать бюджет развития и обеспечить те затраты, которые необходимы для того, чтобы поддержать промышленность, науку, сельское хозяйство, поддержать материнство, детство, молодежь, семьи, для того, чтобы все могли пережить наступающие сложные времена с наименьшими потерями. Одним словом, наша программа, вне всякого сомнения, позволит создать гораздо более эффективную экономическую и социальную систему в нашей стране. Что касается опыта деноцификации, Генерал Ильич продемонстрировал этот документ. Он действительно пользуется большим интересом в органах власти, и в этом случае коммунисты, Коммунистическая партия Российской Федерации, также продемонстрировала, что и к обсуждению этих тем она готова значительно лучше, фундаментальнее, чем к нашим политическим оппонентам. А к некоторым из этих оппонентов я хочу прямо обратиться, в частности к господину Матвеевичеву. Ваша провокационная деятельность сейчас особенно не к месту. Страна решает слишком серьезные задачи и отвечает на слишком серьезные вызовы. И одной из ключевых партий, которая является системообразующей в политической системе России, которая всегда выступала с патриотических позиций, которая имеет широкие международные связи, объявлять организацию, которая завтра может стать коллаборантом, по его мнению, абсолютно недопустимо. Только мы имеем такие международные контакты, которые обеспечивают реальную поддержку России за рубежом. Уже все увидели, что только левые силы даже в этой ситуации массового мирового дурмана и гибридной войны способны иметь свое слово и поддержать действия России по защите своего суверенитета и защите Донецкой и Луганской народных республик. Мы найдем способ ответить любому провокатору, но каждому из них мы предлагаем еще и одуматься, прежде чем делать подобные заявления. Спасибо, Дмитрий Георгиевич. Ющенко Александр Андреевич, насыщий, ТРЦК, выезжал с большой бригадой, с командой непосредственно в Донецкую и Луганскую республики. Проехали и побывали везде. Сейчас наша команда дала вам результаты, которые мы имеем, и наши инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время. Уважаемые коллеги, Геннадий Андреевич Зюганов сказал, что с самых первых дней событий на Донбассе и в Крыму Компартия всегда стояла рядом с народом Донбасса. И сегодня, отправляя очередной конвой, который был сформирован в Ульяновске и в Поволжье, и в республиках Кавказа, мы отправили в Луганск и в Донецк, сопровождая его наши делегации, в которой присутствовали и Алексей Куриный, и Айрат Габудинов, и Коказбек Тайсаев, а также по поручению Геннадия Андреевича я тоже присутствовал в этой делегации. Мы перевезли этот конвой в Луганскую народную республику, но хочу отметить, что все 8 лет, все 94 конвоя, которые мы проводили через границу, была забюрократизированная процедура. Почему? Может быть, она и была оправдана в условиях так называемого мирного времени, если это можно назвать эти 8 лет мирным временем. Мы декларировали этот груз и его тщательно проверяли. Это сопровождалось определенной потерей времени. Сейчас в условиях проведения специальной военной операции мы считаем необходимым упростить процедуру прохождения границ в Луганскую и особенно в Донецкую народную республику, для того, чтобы этот груз непосредственно поступал сейчас людям, которые не очень нуждаются в этом. Когда мы из Донецка переехали в Мариуполь к Центру гуманитарной помощи и проверили, как работает временный пункт размещения ПВР, на котором проходит порядка 2 тысяч человек в сутки, то эта гуманитарная помощь заходит, как вода в сухой песок. Ее практически не видно. Люди на площади, до 10 тысяч человек с освобожденных территорий, приходят, получают гуманитарную помощь, получают хлеб, еду, горячий чай, крупы, которые могут, там нет ни света, ни воды, которые во дворах, на кострах, в этих полевых условиях готовят себе хоть немножечко поесть. Хочу привести пример, точнее процитировать так называемого руководителя Украины, еще пока, господина Зеленского, который дал недавнее интервью, достаточно, на мой взгляд, провокационное, и тот, кто брал это интервью, тем более повели себя достаточно провокационно, но я думаю, это вопрос к правоохранительным органам. Но там он сказал одну фразу, зачитаю ее дословно. Гуманитарная катастрофа внутри Мариуполя однозначно, потому что заехать с продуктами питания, лекарствами, водой туда невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои, убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам сказать не могу. Многие из них отвезены назад. Вот так вот, это чистая ложь, потому что, я думаю, исходя из этих слов, господин Зеленский даже не знает, где находится Мариуполь и кто там живет. А там живут такие же родственники, жители Донецкой Народной Республики, которые в свое время голосовали на референдуме и которые подверглись определенным репрессиям после того, как в 2014 году с помощью автоматов и оружия захватили Мариуполь украинские войска. Я хочу сказать, что гуманитарная помощь подвозится регулярно со российской стороны. Люди приходят, получают. А именно со стороны Мариуполя, со стороны Азовстали, где находится батальон Азов, происходят острелы из градов, происходят острелы с тяжелой артиллерии по дорогам, которые идут на выход из города. Именно там, как свидетельство вот этого геноцида против мирного населения, стоят до сих пор расстрелянные машины с погибшими мирными жителями по конкретно Запорожскому шоссе, в котором мы заезжали. Именно поэтому все территории обстреляны градом, именно поэтому сложность есть с доставкой гуманитарного груза, но гуманитарный груз доставляется России и распределяется через гуманитарные команды людям. И сейчас гуманитарный груз, он не партийный, он нельзя на гуманитарной помощи позиционировать ту или иную партию. Это общенародная поддержка. И когда мы возили 95 конвоев, мы не акцентрируем. Наша задача Компартии была помочь людям. И сегодня я передаю просьбу и Леониду Ивановичу Пасечника, руководителя Луганской народной республики, и Дениса Пушилина. Первые необходимые меры, которые нужны. Первое. Это семена, которые люди могут на приусадебных участках посадить и прокормить себя. Это посевные, сейчас как раз будет посевная, это поможет людям пережить это голодное время. Это в первую очередь выплатить хотя бы по 10 тысяч первых подъемных людей с минимальными бюрократическими волокитами. И, конечно же, поддержка Минобороны для того, чтобы мирно освобожденные деревни, дороги разминировать, чтобы туда прислать максимальное количество саперов, потому что заминированных дорог очень много. Спасибо. Передаю слово Геннадию Ивановичу. Куриный Алексей Владимирович, наш один из профессиональных врачей и депутатов. Он побывал и в больных, и в раненых. Пожалуйста. Добрый день. Мне действительно удалось посетить несколько госпиталей, которые оказывают сегодня помощь. Понятно, что КПРФ занимается гуманитарной помощью. Тот конвой, который пришел вместе с нами, это продукты, это товары первой необходимости. Но сегодня в рамках военных действий, в рамках увеличения количества раненых, больницы остро нуждаются в лекарственных препаратах, они нуждаются в периодичных средствах, нуждаются в медицинских изделиях, и, безусловно, Российская Федерация со своей стороны эту помощь окажет и должна оказать. Мы говорили с ранеными, мы говорили с мирными людьми. Эти больницы лечат и детей, и взрослых. И, что самое интересное, в этих же больницах высококвалифицированная помощь оказывается в том числе и пленным солдатам ВСУ, в отличие от противоположной стороны. Я был свидетелем этого, поэтому врачи, медицинские работники делают все возможное в этих сложных условиях. И, естественно, поддержка, лекарственная поддержка, поддержка перевязочными материалами, поддержка кое-каким необходимым оборудованием сегодня крайне нужна. Точно так же, как и нужна система оказания медицинской помощи, которая, по большому счету, была разрушена. И вот на этих территориях, которые контролировались вооруженными силами Украины, на сегодня первичная медицинская помощь подорвана, а в некоторых местах полностью отсутствует. Это сложный процесс и организация этой помощи, интеграция ее и оказание, самое главное, этой помощи по стандартам Российской Федерации. Потому что я напомню, порядка 800 тысяч сегодня жителей обеих республик – это граждане Российской Федерации, которые имеют право и должны получать медицинскую помощь в тех объемах и такого качества, которое гарантировано нашим гражданам, которые проживают непосредственно на территории России. Выстроить эту систему в максимально короткие сроки – это задача, которая сегодня стоит. Стоит в том числе и перед нашей фракцией в Государственной Думе. Спасибо. Спасибо. Айрат у нас сенатор, он внимательно изучал проблемы образования, воспитания и подготовка учебного процесса в следующем году. Пожалуйста. Да, нашей делегации было проведено ряд встреч с представителями Министерства образования и Луганской Народной Республикой, и также Донецкой. Безусловно, сегодня уже запущен процесс интеграции в образовательных учреждениях, а в том числе и высших учебных учреждений. Одно из них мы также посетили. На сегодняшний момент 8 вузов уже ориентированы и уже работают по тем же практически программам, что и наши, и выдаются дипломы российского образца. Эту работу также надо проводить. Также необходимо оказать молодым республикам помощь в замене учебников. Многие знают то, что буквально на днях были найдены в Мариуполе несколько учебных пособий, где действительно ребятишкам было навязано антироссийские настроения. И мы здесь обязаны просто-напросто оказать эту помощь. Это порядка 6,5 миллионов учебников. Также донецкие школы уже в этом году выдадут порядка 2000 аттестатов российского образца. И вот еще раз повторюсь, этот процесс интегрированно необходимо продолжать и всячески оказывать помощь. Мы ведем комплексную поддержку той программе, которую обнародовал президент Путин в своем обращении к гражданам. Без военно-политической операции не удалось решить многие проблемы. Та сторона отказалась вести полноценный диалог. Американцы продолжали свою агрессивную политику. Я недавно посмотрел и послушал, с чем приехал Байден в объединенную Европу. И еще раз просто поразился. Америка и ее президент не в состоянии вести полноценный диалог. То, как он выступал и с чем выступал, это вызывает не просто удивление и возмущение. Человек, который надеем большими полномочиями, выступает в качестве провокатора и организатора, в том числе и свержения власти в Российской Федерации. Только российский народ определяет судьбу нашей державы. Мы все будем делать для того, чтобы укреплять внутреннее единство в условиях той войны, которую ангелосаксы и америкосы нам объявили. Мы выдержим, мы хорошо помним всю их политику за многие годы. В свое время Вудро Вильсон, после того, как пришла советская власть, подготовил меморандум разделить Советскую Республику на 20 кусков и агитировал Антанту пойти в поход против советской власти. Господин Черчилль каждую неделю призывал расправиться с советскими руководителями, Лениным, Сталином и всеми остальными. Чего у них не вышло. Ленинско-сталинская модернизация и Красная Армия показала выдающийся результат. Разгромила Антанту, разогнала всю эту Колчаковщину и все сделала для того, чтобы достойно возродить нашу тысячелетнюю державу. А Сталин вместе с наркомами своими построили за 10 лет 9 тысяч лучших предприятий. Я вчера послушал небрежные репортажи господина Киселева относительно ленинско-сталинской модернизации. Хочу напомнить господину Киселеву, что еще никто в мире не побеждал, который плюет в великую эпоху. Никто никогда. Когда пришлось призывать в Красную Армию бывших царских офицеров, то было обращение социалистической отечественной опасности. И 86 тысяч царских офицеров пришли служить в Красную Армию. Они обеспечивали эту победу. Они понимали, что пришли приватизировать и делить иностранный капитал нашу великую державу. Если собираетесь снова побеждать, кончайте спрягать советскую историю. По крайней мере, господину Киселеву напоминаю, что советская власть спасла российскую государственность. Ее спалил Николай II вместе с Временным правительством. И им, нашим большевикам и руководителям, пришлось заново собирать страну мирно на съезде в новой форме. В форме Союза Советской Саталистической Республики. Эта форма оказалась настолько эффективной, что позволила, собрав все народы, создать лучшую социальную систему. Лучшую систему обороны и защиты. Лучшую военную технику. Лучше обеспечить военные операции, будь то разгром фашистов под Москвой, Сталинградом или на Орловско-Курской дуге. Позволила освободить полностью от фашистов Украину, Белоруссию и Европу. Позволила нам, высоко подняв красное знамя Октября Ленина, водрузить его над Рейстагом. Позволила за пять лет после войны восстановить все порушенное хозяйство, все хозяйство. И первым прорваться в космос, создав параллельный ракетно-ядерный паритет. Вот господин Киселев пусть докажет, что за последние 20-30 лет под руководством Чубайсова всей этой пьяной воровской команды, чего добились они. Путин попытался заявить в 2007 году, что у нас будет новый курс. Мы не согласны с тем, что Америка будет всеми командовать. И тогда руководцы нашей страны объявили врагами и сейчас ведут беспощадную войну на уничтожение. Поэтому, борясь против совместных противников, надо максимально сплачивать людей. Но без опоры на великую советскую эпоху сделать это невозможно. Поэтому наша программа отталкивается от уникального опыта российской тысячелетней государственности, которая всегда держалась на сильной исполнительной власти, умной, образованной, грамотной, на высокой духовности, на чувстве коллективизма и житейской справедливости. Если будут опираться на эти четыре главные стержня, тогда у нас будут непременно новые победы и новые успехи. Наша программа, которую мы вносим, как раз базируется прежде всего на этом. Я призываю вас всех активно сплотиться и помочь нам ее реализовать. Она пропитана духом нашей державности, справедливости и высоком чувстве ответственности перед всеми народами нашей огромной Родины. Желаю успехов всем.